Предлагаю сравнить военный потенциал Азербайджана, Нагорного Карабаха и Армении по данным Международного института стратегических исследований. Ну что ж, начнем с Баку и Еревана, сравним военные расходы. Ну, Азербайджан здесь лидирует по объему трат, но в 2013 году, посмотрите, обе страны увеличили финансирование армии, причем серьезно. Азербайджан на 600 миллионов долларов, а Армения на 150 миллионов. Но к 2015-му расходы на военные нужды начали сокращать, причем обоюдно. Регулярная армия больше у Азербайджана, в Армении солдат меньше на треть. То же самое с резервом, 300 тысяч человек против 210. Давайте посмотрим, каким оружием страны располагают. На этом слайде видно, что Баку по количеству опережает Ереван, но техника в странах практически одинаковая. Танки 439 против 109, БТРы в Азербайджане единиц, большие модели почти в три раза. Что касается артиллерии. У обеих армий несколько гвоздик, акаций и градов. Система ПВО тоже мало чем отличается. Самолеты практически одинаковое количество, только в распоряжении Армении больше транспортных судов. По вертолетам тоже ничья. Военно-морской флот сравнение не выдерживает. В одном случае корабли есть, в другом нет. Впрочем, этот параметр не имеет никакого значения, если говорить о конфликте в Нагорном Карабахе. Что ж, состояние армии мы себе примерно представляем. Расскажу о непризнанной территории. Немного той информации, по крайней мере, которая у нас есть. В армии около 20 тысяч военных, на них приходится примерно 300 танков, среди которых Т-72, боевые машины пехоты и разведыватель надозорный. Артиллерия насчитывает 232 единицы. Так же, как в Азербайджане и Армении, здесь ставку делают на гвоздики и грады. На территории есть собственная система ПВО и 10 вертолетов Ми-24 и Ми-8. Продолжение следует...